всем привет снова в онлайн эти ведьмак кровь и вино провожаем прошлый раз мы начали добрались тело убитого бестии бруксом пофигачили так тут вроде никаких вещей не надо так что погнали дальше осматривать тело ну и вонь тело разбухло от воды руки отсечены его четвертовали как я и думал он долго лежал в воде голова распухла на ней видно несколько укусов у него в глотке что-то есть кошель набитый монетами нильфгардские флораны из разных провинций если это сделал убийца то мы имеем дело с разумным монстром тело разрубили на куски уже после смерти удары наносились с большой силой но кости рассечены не перебиты у существа которое его убило длинные когти острые как ведьмачьи мечи сперва она пробила ими сердце жертвы его убила не брукса третья рука запасная она принадлежала не жертвы на стражники должно быть этого не заметили просто собрали все что нашли как такое может быть что она все еще теплая из нее течет кровь некоторые виды существ склонны к регенерации но я никогда не слышал чтобы отрезанная конечность столько времени оставалось жива позже изучу ткани повнимательнее может что-нибудь узнаю подведем итоги убийца скорее всего чудовище не брукса тогда зачем вампирша пришла за отрезанной конечностью и какому существу принадлежит кисть почему она так долго сохраняет тепло и на зачем в глотку убитому сунули кошелек а тело изрубили много вопросов и мало ответов надо разузнать о предыдущих жертвах попрошу пальмирина доставить меня к княгине сначала сюда на черта и там тоже ладно тоже пусто здесь я не был здесь галяк что какой-то бедный тушан это ящики есть мало все у вас тут закрытом от ваш ящики есть много ящики не хочу так ладно птички поют птички от хорошо шкуры здесь закрыта замечательно вообще здесь здесь открыт нет все заперто так руда там была руда это хорошо так куда я иду а мне надо так да так мы не пройдем тихо 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 прошли отлично ага тут же турнир да у нас какой то точно эх и не будь я простым гвардейцем могу я помочь советам мое почтение родиться в тусэнте значит родиться плохо здесь я вам скажу вы мне мозги не пудрить никогда не так ужасно что птицы попадали с деревьев здравствуй перси и что и замахнулся он вечным шортом дотроться ой 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 но добродетель всегда побеждает вместе с помощью друзей гильон победил голиафа и возвратил покой всему краю до встречи это же скандал а где у змеи руки трибуны переполнены мне очень жаль я буду жаловаться у меня есть безобразие не ученять прошу передать им мои соболезнования прошу прощения не видишь я занят добрый день да ладно я должен срочно поговорить с княгиней ну вот и конец истории дети возвращайтесь к родителям благородный пальмерин а как же история про ридигера и дракона с ней придется обождать лучше присмотритесь к человеку который стоит перед вами это геральт из риме мастер ведьмачьего цеха который внес свою лепту в победу над великаном голиафом мастер ведьмак а правда что добродетель всегда побеждает бывает по-разному иногда добродетельные побеждают а иногда победу празднуют негодяи но все же стоит быть порядочным а зачем разница то никакой припомните рассказ пальмерина порядочный человек собирает вокруг себя друзей которые всегда ему помогут а негодяй может рассчитывать только на других негодяев а кого лучше иметь в друзьях человека добродетельного именно так довольно вопросов возвращайтесь к родителям все все и все и все Кто дерется? Нильфгардские гладиаторы? Близко, но не совсем. Впрочем, сам увидишь. Кто-то собирается сражаться с Шарлеем, одуревшим от колокольчиков, привязанных к хвосту? Что в этом такого? Эта тварь – подарок императора. Это опасно. Колокольчиков недостаточно. Я видел нечто подобное на арене в Ной Ройке. Там рыцарь победил Шарлея с колокольчиками на хвосте. Может, повезло, а может, колокольчики и правда помогают. Только у Ведьмака есть шанс пережить поединок со здоровым Шарлеем. И то не у каждого. Да и неразумно выпускать такое опасное чудовище рядом с толпой. Кто будет сражаться с чудовищем? Ильем. Ты его уже видел. И правда. Он собирался добыть трофей даме сердца. Большая любовь требует больших жертв. Вот сумасшедшая. Пойдем. Совсем разом потерял от репьи. Прикольно. Посвящаю свою победу прекрасной леди Вивиенне. Ты еще не выиграл. Что посвящать-то? Сначала выиграй мне. Началось. Придется подождать, я боюсь. Вот монстр, да? Не нравится мне все это. Свою мать. Блять. Сбил. Поможем ему. Двои вещи есть и вперед. Тише, тише. Он понимает, где мы, только когда нас слышит. Ах, горе рыцарю! Шарлей дави с огромной тушей! Удар он тяжкой лапой дал! Над ним с рычанием встал! Ну давай! Но вдруг ведьмак в один прыжок над монстром очутился! Та ты задрал, а! Жалкий чудовище жребий богов повергает в зевоту! Жизнь покидает Шарлея, ведьмак завершает охоту! Твою дивизию, что ж ты такая? За тусэнд! За княгиню! Иди сюда ты, Шарлейка! Что это может быть? Честь виной, отчизна! Как искры ночного костра угасают зарей безмятежной, Так гаснет жизнь ведьмака, вместе с ней мытья надежда. За княгиню! Как вихрь взвелся! Он выждал неробея, и пролил кровь Шарлея! Словно любовник коварный, что с девой приличии не знает и правил, Так же Шарлея ведьмак заманил, а потом его... Дятел, куда же ты лезешь к нему туда? Ладно, первым блинкомом, сейчас мы будем поджигать. Поджигание у нас мотров, больше урона теряет. Да, опасная вещь. Создание такое, Шарлея, блин. Не Шарпей, а Шарлей. Так, давай, давай, грузи быстрей, Шарлей. Грузи быстрей. Во имя чести, вперед! Тише, тише. Он понимает, где мы, только когда нас слышат. Ах, горе рыцарю! Шарлей дави с огромной пушей! Удар он тяжкой лапой дал, Над ним с рычанием встал! А вдруг ведьмак в один прыжок над монстром очутился? Как искры ночного костра угасают зарей безмятежной. Так гаснет жизнь ведьмака. Вместе с ней мы теряем надежду. Скотина. Пускай земля не смотрит, Пусть небо отвернется. Нам счастье в этой битве уже не улыбнется. Жалкий чудовище жребий Богов повергает в зевоту. Жизнь покидает Шарлея, Ведьмак завершает охоту. Как вихрь взвелся, Остановился! Он выждал Неробея И пролил кровь Шарлея! Давай, 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 резь, шеф! Всем нам бедою грозит, Если в битве Шарлей побеждает. И ни отвага, ни сила оружия нас не спасают. Беда! Пал Пальмирин, Коснулась тень его лица. Ведьмак! Че? Победил. Ура! Геральт из Ривии, Мастер ведьмачьего цеха, Победил Шарлея! Взгляните, Как из бестии уходит жизнь! Мастер Геральт, Исполни свой долг! Доверши дело! Хватит ему мучиться! Чудовище убито! Бой окончен! Слава победителям! Прости, Я уже не так ловок и проворен, Как в юности. Ты отважно сражался. Благодарю за помощь. Гильон? Еще немного, И парень был бы мертв. Со мной. Все В порядке. Вивиенна? Улыбнись, Как пристало герою, И молчи. Ты едва можешь говорить. Она как раз идет сюда. Геральт, Надо Поговорить. Вивиенна. Позже поговорите, В палатке. Это было великолепно. Ошеломительно. Ваша милость. Мы видим, Что не ошиблись, Послав за тобой. Мы безмерно удовлетворены И очень вам рады. Я краб, Крайне благодарен. Займитесь нашим Юным героем. Быстро. Раз, два. А теперь мы похищаем Геральта Для беседы. Моя краба. Мы так долго ждали Твоего приезда. Едва не потеряли надежду. А тут внезапно Такое появление. Ваша милость, Шарли это очень опасное создание. Даже для рыцаря В полном доспехе. Нонсенс. В Тусенте Рыцари из древле Искали славы В сражениях с чудовищами. Гильон получил Несколько синяков и шрамов. А взамен Обрел вечную славу У смирителя чудищ. А как же публика? Если бы Шарлей Прорвался на трибуны, Он устроил бы тут бойню. Геральт, Несмотря на то, Что мы ценим Твое неожиданное вмешательство На арене, Мы напоминаем, Что ты был нанят И, как вскоре выяснится За крайне щедрое вознаграждение, Совсем для иного задания. Ваша милость, Я хотел бы поговорить О моем заказе. Разумеется, Только не здесь. Нам понадобится Дамьен, Который вел следствие До твоего появления. Только где он может быть? Пойдем, Поищем его. Пойдем, Пойдем. Ну да, неплохая схватка вышла. Клянусь цаплей! Скажи нам, Ты прибыл один? Или в обществе Виконта Юлиана? Вы хотели бы Увидеться с Лютиком, Ваша милость? Нет. То есть, да. Только чтобы сказать ему, Что мы сожалеем. Да, глубоко сожалеем. Об отмене Вынесенного ему Смертного приговора. Если бы мы могли повернуть время вспять, Мы бы проследили за тем, Чтобы он заживо сгнил в башне, Чтобы его повесили, Обезглавили, Колесовали. Любим вас, Короче. А, вот человек, Который лично повел бы его на эшафот. Капитан моей гвардии, Дамьен де ла Тур. Ваша милость. Ведьмак. Приветствую. Мне очень жаль, Но солдаты, Которые занимались телом Последней жертвы... Я уже обо всем знаю. Это существо В подвале Корва Бьянка. Это была бестия? Это была Брукса. Разновидность вампира. Но она как-то связана С бестией. Откуда такая уверенность? Я внимательно изучил свидетельства. Следы на берегу реки И в Корва Бьянка. Ты желаешь намекнуть, Что до сих пор следствие Велось невнимательно? Геральт ничего подобного не сказал. Не будем его прерывать. Я осматривал тело последней жертвы И, похоже, нашел нечто интересное. Но эту улику еще нужно изучить. Для этого мне понадобится Тихое место И помощь алхимика Или чародея. Кроме того, Я хотел бы поговорить О предыдущих жертвах. Как я понимаю, с вами, Господин Делатур? Во-первых, Не нужно именовать меня титулом. Во-вторых, Ты должен знать, Что я был против твоего приезда. Я слышал о тебе и знаю, Что твое прибытие Всегда означает большие хлопоты. А у нас здесь хлопот достаточно. Мы бы управились с бестией сами. Дамьен, Дискуссия по поводу приглашения Геральта Уже закрыта. Определенно. Но если уж ты затронул эту тему, Поговори моего вознаграждения. Правду ли, говорят легенды, Что ведьмаки обычно требуют Того, что встретишь дома, Но чего не ждешь? Это не вся правда, Ваша милость. К праву неожиданности Прибегают крайне редко. Обычно мы принимаем плату золотом. Как жаль. Такая чудесная легенда. С другой стороны, Вернувшись во дворец, Мы бы обнаружили там Или нетерпеливых просителей, Или образцы тканей Для нового платья. И то, и другое. Негодная награда. Для тебя нет никакой пользы От неожиданностей, Которые могут нас поджидать. Посему мы решили Наградить тебя актом На право владения винодельней Корво Бьянко. И денежной суммой Без сомнения достаточной. Хозяином винодельни Ты становишься с этой минуты. Во время охоты Тебе все равно понадобится жилище. Деньги получишь, Когда выследишь бестию. Прекрасный жест, Ваша милость. Но, кажется, В Корво Бьянко Устроили мертвецкую. Правда? Опять балаган в канцелярии. Ни на миг Нельзя упускать их из виду. Впрочем, Нам кажется, Что для ведьмака Это небольшая неприятность. Более того, Ничто не улучшает Репутацию вина надежнее, Чем мрачная легенда. Благодарю вас, Ваша милость. Заказ я принимаю. Но, как я уже упоминал, Мне нужны сведения. Как это началось? Кто был первой жертвой? Сначала погиб Крис Пи. Некогда победы на турнирах Приносили ему славу. Но, постарев, Он повесил меч на гвоздь И занялся виноделием. Крис Пи Не любили виноторговцы. Он был человеком беспринципным И, говорят, обманывал. Он просил освободить его От придворных церемоний. Но мы ему такого позволения не дали. Кто принес рыцарский обед, Тот останется рыцарем навсегда. Как он погиб? Где нашли тело? При весьма необычных обстоятельствах. Он сидел на вечере, И вдруг кто-то из сотрапезников Заметил, что его нет. Часом позже Патруль обнаружил его на четвереньках, Прислоненного к городскому позорному столбу. На шее у него Висел его собственный меч. Он умер от ран, Нанесенных с большой силой, Когтями, Не оружием. Умер он внезапно, А тело было на четвереньках. То есть, кто-то его усадил. Да, похоже на то. Как произошло второе убийство? В городе есть несколько кварталов, Куда после заката Разумный человек не заглянет. В одном таком и нашли тело Рамона Дюлака. После первого убийства Город объял ужас. Жители старались соблюдать осторожность, Держались в безопасных мест. В результате, Весть о второй жертве Нам принесла банда головорезов. Даже головорезы боятся бестии? Это кое о чем говорит. Как я понимаю, Ты исключил смерть от рук бандитов? За кого ты меня принимаешь? Рамон определенно погиб от когтей. Рана была глубокой и чистой. Его нашли в канаве, Одетым в ночную рубашку и колпак. Под головой у него была подушка, А вместо меча грелка для постели. Рамон Дюлак, Рыцарь, который лет пятнадцать назад Был советником нашего отца, Досточтимого князя. Кто-то приложил немало труда, Чтобы его высмеять. Может, это все-таки месть? Не исключено. У Дюлака были темные делишки С преступным миром. Но никто так и не смог добыть Против него явных доказательств. Значит, две первые жертвы – рыцари, Лучшие годы которых были позади. Тоже можно сказать о третьем убитом. Господин Делакруа говаривал, Что новые времена бросают рыцарям новые вызовы, А предприимчивость – шестая рыцарская добродетель. Он поднялся на торговле зерном. Пальмерин даже называл его крохобором. Я нашел при нем мешочек с монетами. Там были только флораны. Разных лет, из разных провинций империи. Делакруа любил деньги. Но для нумизматики У него не хватило бы терпения. Между этими убийствами есть много общего. Все тела были найдены в странных местах И при странных обстоятельствах. Будто убийца пытается этим что-то сказать. Они все были благородны. Нас потрясает презрение, С которым отнеслись к людям чести. В конце концов, Они были рыцарями Тусента. Из того, что я услышал, Следует, что ни один из них Не был образцом добродетели. Вдруг бестия указывает именно на это? Все убитые были рыцарями И присягали на верность пяти добродетелям. Даже если... Каким добродетелям присягают на верность Рыцари Тусента? Чести, мудрости, щедрости, доблести И сочувствию. Почему пять добродетелей Так важны для рыцаря? Странный вопрос. Простите, ваша милость, Я чужеземец, Который пытается понять обычаи другого края. Прощаем и поясняем. По легенде, добродетели, Которым нужно следовать, Указала рыцарем владычица озера. А как было на самом деле, Не знает уже никто. Мы в Тусенте верим, Что человек низкий по рождению Должен быть простодушен и послушен. От рыцарей же требуется больше. Они и солдаты, и придворные, И господа, и слуги. Им нужны ясные моральные ориентиры. А посему, опоясавшись рыцарским мечом, Рыцарь притягает чести, Мудрости, щедрости, доблести И сочувствию. Может, бестия действительно Обличает упадок традиций. Каждая жертва была унижена так, Будто убийца хотел указать На отсутствие определенной добродетели. Вместо чести позорный столб, Вместо мудрости шутовство, Вместо щедрости кашель золота в глотке. Вроде все сходится, Хотя и не совсем. Что-то в этом есть. Если это версия у всех горожан на устах. Значит, очередное убийство Снова будет показательным И выявит противоположность Четвертой добродетели. Я бы сказал, что снова погибнет Старый рыцарь. Давайте подумаем. Сейчас все рыцари Или на турнирных полях, Или во дворцовых садах, Где скоро начнется охота на зайца. Ты слышал о таком обычае? Мельтон что-то упоминал. Он очень радовался, Что будет выступать в костюме зайца. Не знаю почему. Погодите. Странные обстоятельства, Рыцарь преклонных лет, Трусость, Трусливый как заяц. Возможно ли? Следующая жертва Мельтон де Пейрак Пейран? А ведь Мельтон знал Делакруа. Он говорил мне об этом у реки. Дамьен, Как мы могли это упустить? Много лет Де Пейрак Пейран, Креспи, Делакруа и Дюлак Все четверо были в одной рыцарской дружине. В одной дружине? Они были доверенными лицами нашего августейшего отца. И мы много раз видели, Как он поручает им деликатные задания. Потом их дороги разошлись. Вряд ли это случайность. Это главная подсказка к загадке бестии. Ваша милость, Нужно сейчас же найти Мельтона. Беда в том, Что забава в саду начнется с минуты на минуту. А он сидит где-то одевшись зайцем И ждет, пока его найдут захмелевшие придворные. Никто не знает, Что за место он выбрал себе в укрытие. Я велю сейчас же прервать игру. Прежде всего, Будем сохранять спокойствие. Дамьен, Прикажи обыскать сады. Только тактично. И ни под каким предлогом не прерывай забавы. Паника может вынудить бестию напасть до срока. А ты, ведьмак, За мной. Это мои сады. И мой рыцарь. И я не допущу никакого убийства. Только не рядом с моим дворцом. Коней! Подайте коней! Да. Так, сразу, Мильтона могут убить. Оп! Что это? Ваша милость! Я думала, Она наступила, что-то. Она лучше делает. Зараза! Вот я... Ваша милость, я... Только не помни. Гони! О, это шелк! Осторожней! Отдай мне! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Что они сами, я гнать не буду? Не буду. О. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Выходит, нам тоже надо их найти? Нет другого выхода, но время не ждёт, так что придётся нам... Нет, лучше сюда. Я тебе покажу, где проходит охота. Потом разделимся. Тебе придётся раздобыть рог единорога и золотую рыбку. А я поищу яйцо Феникса. Так будет быстрее. Как ловят золотую рыбку? Сетью? Геральт, она же не настоящая. Посмотри туда. Видишь огни на воде? Участники пытаются поймать рыбку с лодки, а ты просто нырнёшь и отыщешь её. А как ловят единорога? Он очень пугливый, но ты наверняка его как-нибудь приманишь. Вон он там бегает, посмотри. Окей. В золотой рыбке и в роге находятся предметы, которые позволят нам найти Мельтона. Когда ты их раздобудешь, найди меня среди тех, кто ищет яйцо Феникса. Всё ясно? Тогда за дело. Давай. Куда мне сейчас? Куда-куда? Единственное средство для спасения Тусанта, это возвращение... Приглашаю на дегустацию Фиорана урожая 1290 года. Хорошо, хорошо, как-нибудь обязательно. Да здравствует княгиня Анна Ген... Даже у такого сказочного княжества, как Тусанта, есть свои. Но это ведь не настоящий единорог. Смотрите! Может, его яблоком или сладостями? Не было проблем, сестрица, кабы ты была девица. Ты правда хочешь затеять этот разговор ещё раз в этом месте? Тише, а то спугнёте единорога. Давайте попробуем сладости. Прошу прощения, придётся испортить вам забаву. Кто это такой? Не я, я не играю. Дорога, блин... Гадость, а? ну ну спокойно но ведь так нельзя явный обман господа надо показать этому хаму где раки зимуют все было по правилам верно он честно выиграл ах не везет так не везет попробуем добыть следующую подсказку больше чем за драки сады такие огромные верхом будет быстрее совершенно непристойное поведение полнейший упадок морали куда быстрее вот я уже раз и здесь я уже бац и тут на месте я золотая рыба должна быть хорошо видна под водой что это было кто это не по правилам а это по правилам кто этот человек что здесь у нас еще одна конфета эй подожди остановись это важно король баклан мы приносим тебе этот дар прошу будь к нам милостив открой нам все секреты месяц на небе сменился а я ждал в своем владение храбреца что мне в дар принесет достойнейшие подношение ключик испортил всю забаву кошмар да блин хватит на эти острова западать я тебе скажу только попозже и на ушко при таком свете ничего не увидишь а что собственно такое обстракция господа искусство единственное средство для спасения тусэн это возвращение ну а заметил сколько гвардейцев в саду ваша милость ваша милость изволит не изволит мы действуем в интересах высшей важности потом я все объясню но ведь это против правил правила определяю я геральт наконец то у меня ключик и одна подсказка а у меня другая показывай кто это придумал первый слог мы в тепле скрыт второй у лисицы а последний хранят все придворные лица теплица ну наверное да раз тут стоит теп от тепла ли от лисицы а последний слог ца от слова лица получается теплица ты гений в садах действительно есть теплицы и дверь в одной из них закрывается на ключик такой как этот из рыбки ну тогда в теплицу отлично жди здесь а что там открыто уже я что за тварь а что такое а это еще что а а а что это Я здесь. Это, случайно, не твоя? Оставь себе, если хочешь. У меня уже новая. Я не знаю тебя. Не причинял тебе зла. А ты зарубил Бруксу, с которой мы были близки. Теперь гонишься за мной. Зачем? Ты убил, по крайней мере, четырех невинных. Мне интересно. А ты-то сколько невинных убил? Черт. Мы говорим не обо мне. О тебе, именно о тебе. Значит, тебя послали за мной, да? Любопытно, кто они такие. Какие еще они? Меня наняла княгиня. Ты убиваешь ее подданных. Значит, все так просто? Я бы попросил передать княгине, что осталась всего одна жертва. Но... Ты не сможешь. Какой он страшный, а? Ужас. И что, деремся? Я не позволю тебе больше убивать. Давай, давай, матши. Давай. 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 Ты должен сидеть дома. Регенерируй. Ты попал в беду. Я хочу помочь. Я сам справлюсь. Нет. Он мой друг. Привет, Геральт. Привет, Геральт. Регис, ты... Ты живой? Да, и в полном порядке. Раны на вампирах заживают быстрее, чем на собаках. Сколько воды утекло, друг мой. По крайней мере, по человеческим меркам. Но как? Когда я видел тебя в последний раз? Я был булькающим бесформенным пятном, стекающим по колонне одного замка. Сейчас я в несколько лучшей форме. Я не вполне восстановился. Впрочем, будь я человеком, я бы вполне сошел, скажем, за полубога. Прости, это была моя вина. Я так и не успел попросить прощения. Оставь, Геральт, дело прошлое. Насильно меня с тобой никто не тащил. Каким чудом ты сумел регенерировать? Мне помог тот, за кем ты сейчас охотишься. Он? Но как? И вообще, что с тобой было все эти годы? Здесь не время и не место для воспоминаний. У меня такое ощущение, что мы еще сможем поговорить. А теперь, если позволишь, займемся тем, из-за кого мы здесь оказались. Так значит, ты здесь не случайно? Ты не утратил прежней проницательности. Я очень рад. Я приехал из-за Деттлофа. По-моему, он ввязался в какие-то серьезные неприятности. Значит, так его зовут. И он твой друг? Можно и так сказать. В отличие от меня, он более... Как бы вы это сказали... Зверский. Но я работаю над этим, не беспокойся. Скверно у тебя выходит. С тех пор, как я здесь, он убил рыцаря. А до того еще, по крайней мере, троих. Уверен, у него были на то причины. Да, есть декадентские говнюки, которые убивают людей для забавы. Или просто, чтобы напиться. Деттлоф не из них. Слишком ты в нем уверен. Потому что я слишком хорошо его знаю. Облик ваш различен. Но внутри вы схожи. У обоих благородные сердца. Обоим случается совершать неблаговидные поступки. Разумеется, обоих вынуждают к этому обстоятельству. Помнишь 964 год? Это было 300 лет назад. Ривию, Лирию и Спаллу охватил ужас. Пропадали женщины и дети. Фрагменты их тел находили потом разбросанными по полям. Лирийская зверюга. Я читал об этом. Она загрызла человек 200. Говорят, ее убил простой бродяга каким-то освещенным кинжалом. Ее убил Деттлоф. Потом наткнулся на бродягу, спавшего в зарослях неподалеку, и оставил тело бестия у его ног. Так родилась легенда. Вампиры редко помогают людям. У него наверняка были свои интересы. Ошибаешься. Единственным его интересом было то, что чудовище убило мальчика, который когда-то угостил Деттлофа яблоком. Благородный тип. У тебя нет монополии на альтруизм, мой друг. Когда Вильгефорц расплавил меня, мои останки нашел Деттлоф. Согласно нашему кодексу, он мог меня даже не трогать, а мог позаботиться обо мне. Он выбрал второй путь. Регенерировал меня, не щадя собственной крови. Ты представляешь, что это означает для вампира? Вероятно, то же, что для человека. Ты обязан ему жизнью. Не только жизнью. С тех пор мы братья по крови. Нас соединяют узы. Которые людям и не снились. Поэтому я знаю, происходит что-то нехорошее. У тебя всегда была чрезвычайно развитая эмпатия. У каждого вампира есть своя уникальная способность. Собственно, потому нас так трудно классифицировать. У Деттлофа сильнее всего развито чувство стаи. Как следствие, Деттлофу комфортнее в обществе низших вампиров. Он сторонится людей. И если уж он пришел к вам и начал убивать, что-то выбило его из колеи. И чем его можно настолько выбить из колей? Как бы это объяснить? Деттлоф не понимает мира людей, ваших принципов, отношений в обществе. В некотором смысле он наивен. Не понимает ваших игр, не знает лжи и зависти. Ты хочешь сказать, что он неприспособленный? Это может стать поводом для конфликтов. Что произошло сейчас? Не знаю, но надеюсь это выяснить. Я должен его найти, прежде чем он не разозлился еще сильнее и не залил весь баклер кровью. Значит, у нас общая цель. Как в старые добрые времена. Не совсем. Когда я его найду, сам знаешь. Я знаю, что ты получил на него заказ. Но ведь твоя задача остановить убийство. Не обязательно его убивать, так? В принципе, да. В таком случае давай его искать. Надеюсь, я успею тебя убедить, что Деттлоф не чудовище. Ладно. Но пока что многое против него. Слышишь? Облава. Рыцари пошли по моему следу. Не хочу, чтобы меня здесь видели. Я нашел пристанище на кладбище Мэр Ла Шес. Приходи туда. До встречи. Слышишь? 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 И хотел тут осмотреться. Придержи своих людей, пока они все не затоптали. Господа, дайте ведьмаку работать. Убийство Мильтона не должно остаться безнаказанным. Интересно. Интересно. Ну, что задание? Детлоб. Детлоб. Круто. Что еще сказать? Интересно, вот тут поболтали с пацанами, да? Сдателлоход Регисом. О, краткий отчет. Что за фигня? Непонятно. А? Отпустили что-то? О, там наверху еще что-то есть. Так, я наверно выбраться. А, вот же лестница. В общем, сейчас мы тут быстренько обышим. Ну, что у нас здесь? Перчатки, штаны. Эй! Я ж да хотел наверх еще. Мне кажется, он должен запрыгнуть. О, нет? Да, мать твою мать. Да, мать твою мать. Ну, письмоцо. Твою мать. Не хочет он прыгать. Заползать туда тоже. Ладно. Фиг с ним. Короче, на сегодня хватит. Многое он сделал. С Шарлеем подрались. Королевой познакомились или как ее там, герцогиня. Что-то, госпожа. Без разницы. Узнали, кто стоит за этими всеми убийствами. Дэтлов. Ригбиса встретили. В общем, второй выпуск уже. Шпука событий. Дальше будет, наверное, еще интереснее, как я понимаю. Так что все писали. Ну ладно, не подписывайтесь, ставьте лайки. Пока.